Застолье с алкоголем без повода в большинстве случаев заканчивается печально. К вечеринке присоединяются полицейские, которых вызывают соседи, чтобы утихомирить громкие компании, и врачи, чтобы оказать помощь сторонам конфликта. 12 апреля в полицию поступило сообщение из больницы, куда с проникающим колото-резанным ранением в брюшную полость был госпитализирован 37-летний местный житель. Кроме того, за медицинской помощью срезанной раной носа и переломом пальца руки и ушибами обращались 40- и 38-летний мужчины. В день космонавтики все трое мужчин употребляли спиртные напитки на одной из улиц Лямберя. Двое почему-то в процессе разговора отошли в сторону. Третьему приятелю такая позиция друзей не понравилась, и он выразил обиду по этому поводу. Возник конфликт, и 38-летний фигурант решил преподнести свой аргумент. Сходил домой и принес нож. Первый удар в живот получил 37-летний потерпевший. После этого, продолжив размахивать орудьем преступлений, он нанес резвую рану носа второму товарищу. Потерпевшие, в свою очередь, сломали ему палец. Дерущуюся компанию разняли местные жители, которые вызвали сотрудников полиции. Проведенное исследование установило, что в результате проникающего ножевого ранения здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. В отношении мужчины, который принес на алк-вечеринку нож, местные исследователи возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Судебного разбирательства, которое начнется в ближайшее время, он дожидается под подпиской о невыезде. Еще один конфликт на алкогольной почве произошел между 36-летним сыном и отцом в Саранске. 10 марта полицейскими из больницы сообщили о колторезном ранении груди 65-летнего пенсионера. Как установлено, в ходе предварительного расследования в вечернее время между проживающими совместно мужчинами возникла ссора. Пенсионер стал высказывать родственнику претензии из-за того, что тот злоупотребляет спиртными напитками и нигде не работает. В результате конфликта сын нанес отцу удар ножом в область грудной клетки. Скорую помощь вызвала жена пострадавшего. Младшего из родственников заключили в СИЗО. Ему также предъявили обвинение по 111 статье Уголовного кодекса России и уже вынесли приговор. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью он должен будет провести 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Анастасия Семушева, программа «Провидшествие».